Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов я изготавливал вот такую нимфочку, которая по отзывам моих друзей и подписчиков с успехом ловит не только карася-платву, но практически любую белую рыбу. Меня попросили изготовить еще какой-либо вариант, более попроще, так, чтобы можно было ловить карася, платву и другую белую рыбу. Эта нимфа была изготовлена с использованием пера-фазана. Мы сейчас изготовим с использованием каких-либо других материалов, которые вы можете найти у себя. Я буду изготавливать и в процессе вам рассказывать, что и как. Крючок я взял 14 номер граб-шримп из толстой хорошей проволоки и одел бусинку 2,5 диаметром, латунную, окрашенную в белый цвет. И совсем немножечко промотал свинцом. Теперь нам необходимо этот свинец нанести капельку клея и задвинуть в углубление, которое есть у шарика. Промажем еще немножко клеем и закрепим нашу нить за свинцом. Нить может быть по диаметру практически любой. Главное, чтобы она подходила вам под материалы, которые вы будете использовать. Я беру нить белого цвета, закреплю ее здесь, где мой свинец, так как мы будем с вами подравнивать тело и желательно использовать нить белого цвета. В качестве материалов здесь можно использовать как нить, которую я обычно беру из ленточек, которые продаются в галантерейном магазине, так и, допустим, вот мы будем в данный момент изготавливать из вот такой силиконовой резиночки, которая продается также в галантерейном магазине. В качестве хвостика мне понадобится вот у меня по остаткам вот такие есть перья гризли. Я возьму совсем небольшой пучочек, подравняю их кончики и отрежу. Хвостик у этой мушки должен быть не сильно большой, примерно равняться величине нашей грудки. Крепим у загиба парочкой накидных петель. Посмотрели его величину, нас вполне устраивает. Желательно оставшийся материал обрезать так, чтобы он доходил до свинца. Немножко нанесем капельку клея. И закрепим наш материал. Материал вначале я беру вот такими широкими петлями, подхватываю, так как мы еще с вами будем возвращаться к нашему хвостику. Опять поставим крючок в удобное для нас положение и берем теперь резинку, в качестве которой мы будем изготавливать тело. Также теперь крепим у окончания свинца, чтобы у нас не было ступенек. И в натяжку теперь окончательно закрепим наш материал до самого хвостика. Следим за тем, чтобы не уйти за место крепления хвостика. Вот так будет достаточно. И теперь аккуратно подровняем все наше тело. Мы придали нашему телу вот такую форму. Теперь нам остается нить я отрезал, так как будем дальше продолжать изготавливать другой нитью. И совсем немножечко я наношу клей, чтобы моя резинка хорошо прихватилась с телом. Я закрепил у шарика вот такую блестящую пленочку, но предварительно ту часть, которую я буду изготавливать чехлик на свою грудку, я подкрасил в коричневый цвет с внутренней стороны. Теперь нам необходимо изготовить грудку. Для грудки я буду использовать вот такой даббинг. Если у вас по каким-либо причинам его нет в наличии, можно заменить пером павлина. Как обычно, я беру небольшое количество даббинга, наношу на нить, слегка прокручиваю до первого касания с телом. И теперь уже начинаю здесь формировать даббинговую веревочку. Грудка у этой мушки должна быть достаточно пышная и в то же время не рыхлая, поэтому стараемся даббинга уложить столько, сколько необходимо. Лишнего нежелательно. закрепили. И теперь я беру, переламываю нашу пленочку назад. Следим за тем, чтобы она у нас ровненько заняла свое положение. Помогаем руками. Слегка подтянем. и у нас с вами должна выйти вот такая конструкция. Теперь для того, чтобы как обычно мне не проматывать много раз, я наношу на нить капельку клея. И здесь окончательно уже выполню завершающий узел. для того, чтобы окончательно закончить мушку, нам необходимо приподнять и ровно 3-5 миллиметров обрезать вот так пленочку. пленочку нам необходимо также будет еще подкрасить и хотите сверху, хотите это как у вас получится нанести или коричневые или черные точечки, это будет имитировать у нас зачатки наших крылышек. И все, друзья, вот такая симпатичная нимфа, которая с успехом ловит практически всю белую рыбу, готова. Не знаю по каким причинам, но дело в том, что карась больше всего уже мной замечена и многими другими рыбаками реагирует хорошо конкретно только на вот такой белый шарик. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, его можно заменить пластмассовым, который изготовлен под серебро. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!